Всем привет, это Соболь. Последние новости. Роскомнадзор запретил пользоваться туалетной бумагой, свернутой в два слоя. Они охуели просто все. Но пока еще я сам пользуюсь. Можно даже без VPN пользоваться, поэтому пользуйтесь, пока есть время. Я знаю, что они уже запретили под шумок вытираться салфеткой, лопухом, рукавом, шапкой, курткой, студенческим билетом, дипломом о высшем образовании, распечатанным текстом песни Медуза рукой и потом полоскать под дождем ее запретили вытираться рублем головой женщины с прической, как у Аллегровой. Покупайте значок сопротивления вот этому действию. Им тоже можно вытираться. Пока есть возможность. Роскомнадзор пока еще не задушил эту крутую штуку. Ну а пока я хочу вам рассказать о нескольких новых способах путей обхода блокировки телеграмм. Первый это крик. Крик вообще изобретен до еще появления телеграмм. Принцип его очень простой. Вы просто передаете информацию громко кому-то далеко. Например, Коля, сегодня в семь! И как бы информация передана. Второй способ передачи информации в обход Роскомнадзора это через цыганку. Вы берете цыганку, даете ей информацию какую-то, что-то даете, и все, и цыганка уходит и передает информацию туда, куда нужно. И в принципе все. Цыганку невозможно взломать, невозможно цыганку перехватить, невозможно цыганку прослушать. Ключи никакие она вам, естественно, не даст. Ты даже будешь забирать, она у тебя спиздит что-нибудь типа телефона или кошелька. То есть с ней вообще не связывается. Поэтому вот через цыганку в принципе тоже можно. Ну и третий способ передачи информации это через WhatsApp. О, ясно. Вообще вся эта ситуация с Роскомнадзором, конечно, меня очень веселит. Потому что это все похоже, помните, как Роскомнадзор запрещал фильм Матильда. И он стал самым чуть ли не популярным фильмом вообще в стране. Все о нем только и говорили. Сейчас они запрещают телеграмм. Мессенджер, который был вообще не особо популярным у нас в стране. Тем не менее он сейчас стал самым раскрученным вообще с помощью этого дурацкого запрета. Мне вообще кажется, что Роскомнадзор это какая-то большая продюсерская компания. При этом не надо спать с Роскомнадзором, чтобы он раскрутил тебя. Не приходил дура в Роскомнадзор и говорит, Слушай, а может быть наш самолетик у вас отсосет и тогда вы его там крутанете. Нет. Достаточно того, чтобы вы просто стали уникальным и качественным. В этом случае вас начнут запрещать и тем самым раскручивать. Поэтому будем поднимать контент на этом канале. Здравствуйте! Добрый вечер! Здрасте, Италья Вик. Кто наплевал с яичками? Думал, тут не принято так. Вы плевали в артиста или в вас? Как думали? Они в вас, да, плевали? Хорошо. Я всегда, когда выступаю, я всегда знакомлюсь с гостями, потому что очень важно понять, кто же зритель. Потому что вот сейчас, вот я сейчас вижу первые столы, это как бы дороже стоило вот здесь побывать, вот спереди? Или такая же цена, как где вот в темноте? То есть люди-то вообще могли, блядь, голые прийти, а вы, видно, что нарядные такие. Нет, то же самое. То есть отсутствие волос, не знаете, что вы богаты? Просто я со стороны смотрю, думаю, наверное, собирают волосы, когда это какая-то сумма, типа. Все, ладно, нахуй волосы, давай. У тебя все есть. Слушайте, можно я познакомлюсь буквально немножко с гостями? Вот вы, такой хмурый мужчина. Не, ну а что ты хотел с таким лицом сидеть? Здравствуйте, как вас зовут? Захар. Знаешь, почему я с тобой с Захаром говорю? Потому что у тебя есть волосы, я знаю, что ты простой парень. Захар, скажи, пожалуйста, что ты делаешь в Израиле? Чем ты занимаешься? Ничего, гуляем. Очень хорошо, в Москве все так говорят, кто Захар, понимаешь? Да ну все, сидит у меня с часами, с телефоном на машине. Что делаешь, Захар? Да гуляй, ничего не завод. Ты тоже, да, типа, из этих? Очень хорошо. Ну и где ты ничего не делаешь? В какой компании? Не знаю, как с ними надо. Где тебе дают деньги? Ну, в каком месте? Хорошо. То есть ты ничего не делаешь? А вот куртку у женщины своей ты нашел, правильно я понимаю? Вы не его женщина? Просто к вам посел, да? Мы не против, я не хочу сказать, ну реально, хорошее место, не холодно. Имя? Захар, ну нормально, вы хотите? Вы не знакомы, да, с мужчиной? Очень хорошо. Домой придешь, надо проверить на вшей. Я серьезно говорю, потому что мы ничего не знаем про него, потому что у него волосы. У этих нет, у этих вшей точно нет. А Захар с ними. Да вот сейчас выяснится, что это вообще не Захар, а Виталик, понимаете? Я вообще, мой, Виталик предприниматель. Захар, скажи, пожалуйста, а когда вот ты родился и хотел с кем-то стать, не хотел стать никем? Или какая у тебя была цель? Ну, ты ему сдал, да, в принципе? Хорошо. Хорошо. Окей, Захар. Можно тогда, вот, а вот мужчина, который у тебя снимает на телефон, это специально он делает, в случае, если пропадет сумка, пиздарики, она у тебя. Что потом нашли? У вас же здесь Израиль, тут же суперпродвинутая система безопасности. Хуяк, все бородатые потом будут сажать в этот, за сумку. Как вас зовут? Миш, скажи, пожалуйста, что делаешь ты в Израиле? Всем любопытно, потому что каждый здесь чем-то занимается. Что, Миш, делаешь конкретно ты? Гуляйте с Захаром. Хорошо, у меня шайка бомжей. Хорошо, скажи. Подождите. Вот в России, в какой город не приезжай, чем занимаешься? Он говорит, да, ничем не занимаюсь. И по нему видно, а по вам не видно. У вас все, у вас три женщины на двоих. Ну, то есть, на что они повелись? На запах от ног? На что? И где-нибудь работала хоть раз? Ну, типа, было такое, что приходишь, тебе рады. Было такое где-то. Не так, что пришел, а вот по-другому. Ну, типа, можешь соврать. Захар же пиздит. Скажи, пожалуйста. Как вас зовут? Борис. Очень хорошо. Борис, скажите, пожалуйста, что вы делаете в Израиле? Есть ли у вас какая-то? Вы работаете? Аллилуйя. Вот на ком держится экономика Израиля. На Борисе. Да, хорошо. На шекелях не вы напечатаны? Я просто вот... Просто здесь серьезного ничего не найдешь. Вы не допиваете сок. Хорошо? Ребята с удовольствием попробуют. Скажите. Борис, можно я спрошу? Вот за этим столом сидят... Вот вы без пиджака, а вот здесь сидит мужчина, единственный практически в пиджаке. Он все в рубашке. Вот у вас еще пиджак, а у вас... Вы вот знаете, по меркам России, вы депутат КПРФ. Ну, то есть... Пиджак такая, рубашка расстегнута. Как вас зовут? Алекс. Отлично. Алекс, скажите, что вы делаете в Израиле? Вы доктор, батюшки. Офигенно. А какой доктор? Хороший. Вы как бы не говорите точную специализацию, чтобы когда к вам придет человек с чем-то больным, вы выбрали, что подороже, или... Доктор, у меня палец-палец. Хуйня. Есть кто-нибудь с животом? Никто там не рожает? Нет, ладно. Давай палец. Ну, то есть... Ведь когда вам давали диплом, там было что-то написано... Или там было написано... Хороший доктор! Гуашку на картонке. Алекс, держи! И такой... Доктор под деревом сидит, длинного леса. Ну вот такое. Я Алекс, я... Я исключительно вот по тем данным оперирую вот... Ой, оперирую. Это к вам или нет? Вот, вот женщина, которая вот... Все равно девушка. Здравствуйте. Вы в очках? Вы меня видите? Здрасте. Доктор мне нужен? Сейчас. Устану я работу. Здравствуйте. Как вас зовут? Вера, отлично. Вера, подскажите, пожалуйста. Вы... Вы... Замужем? Ну как бы, да? Любите его? Да. Пить будешь? Буду? Вера, а супруг сами? О, это вы? Мне надо проверить зрение, потому что она не видела вас, когда отмежала. Ну, как бы, да? Хорошо, Вера. А скажите, долго ли вы в браке? Пятнадцать лет! Ой, мы вас поздравляем. И сидите за одним столиком, это похвалит. Чем вы занимаетесь? Вы занимаетесь туризмом. Отлично. Каким-то? Вы организуете какие-то поездки куда-то или... Туризмом в Израиле. А супруга как вас зовут, вашего? Борисы. Бориса Вера. Что делает Борис? Ой, Захар, извиняюсь, извиняюсь. Боря, ты у меня в башке реально не вылазишь. Она на ёршике, реально, это просто что-то не вылазило. Потом, поличите меня, ну что, буйол уже, башка работает. Честно. Вы оба занимаетесь туристическим бизнесом. Какой самый популярный маршрут в Израиле? А? Ирак? Захар, заводи БТР! Везем! Идиотов, давай! Да. Вы, Борис. И он, Борис. А почему, когда я сказал, Борис тут сказал, Захар, у тебя такая мощная энергетика? Ты понимаешь? Сегодня будет кто-то ночью, а, уважаемый Борис, я тебя так люблю. Ты чего, блядь, я Лариса. Я тебе серьезно люблю. Захар, ну тебя я помню. Ты у меня не то, что Эфсерд, ты у меня поймал. Понимаешь? Подожди, и вы, Борис, и вы, Борис. Как-то разделение есть по залу? Сижу, и все Борисы? Или все, кто выглядит солидно? А это типа Борис не имя, это типа звание. Я Борис. При рождении Игорь. У вас же здесь очень тепло, да? И все очень красивые, и это постоянно происходит. Бывают какие-то периоды, когда здесь не очень хорошая погода? Когда вы все некрасивые? Ну, я не верю, вы очень хорошо выглядите все. Вы с Волдавией? Не, ну что вы пьющие, я не говори, а вы что? Это же не школа, ремонт. Тут не надо рекламировать. Плитка и так далее. Я все понимаю. Ищите, работайте везде. Я? Есть вода, конечно. И на стадии воды. Да, вот. И, короче, я однажды, спасибо, я был в этом, бля, кто-то попил, ну дайте новую, ты что-то здесь? Бля, с клюквами, крошками. Ну, это, конечно, прикол. Прикинь, такой. Приезжай в Тель-Авина, хайфа работает, Тель-Авина отдыхает. Попить, попить, есть, что-то недопитывает. Вы же не обижаетесь на шутки про себя? Захар, не было такого? Ты сидел, сидел какое-то время, и такой, это была последняя капля. Ну, то есть, ничего же важного идет в том, что мы шутим, ну там. Я тоже так считаю. Вы уже уходите? Вам не понравилось? Вы худенькая, чего вы так? Сейчас придет там, алло, Лариса. Я знаю, ты не пришла на шоу, потому что не пролазишь в дверь. Вот что, вот что здесь говорили. Он сказал, что толстопопы — это пипец. Ну ладно, больше никто не обиделся, нет? Все нормально? Нет, просто бывает, только потом у меня там четыре толстуки. Иди, бля, сюда! Обступить Тель-Авина! Как это сделать? Просто шопу закинь в одну сторону и в другую. Он не пройдет. Я на самом деле всех люблю пухненькие, худенькие, вообще, вы супер. Вот с карликами? Да, не очень. А вот все остальные? Нет карликов? Сейчас кто-то за столом вот так. Я думаю, сидит, а он стоит, бля. Пиздец, бля! Смех. Сзяду на шею к жирной, и тебе просто. Короче, дети у всех есть? Не с собой, а уже получившись. Вообще, дети, это замечательно. У меня две девчонки. И каждый раз, когда я смотрю на уже состоявшихся взрослых людей, я понимаю, что когда у тебя рождается парень, намного больше гарантии в том, что когда ребенок вырастет, мальчик вырастет и станет состоятельным. И тебя, как взрослого родителя, он будет содержать. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, очень редко можно встретить богатую женщину. Как правило, это происходит, когда она рядом с богатым мужиком. И когда у тебя, как бы, парень, он вырос, стал богатым, и ты, как взрослый родитель, понимаешь, что тебя может обеспечить, содержать твой сын. Когда у тебя дочь, с этим проблемы, поэтому ты работаешь до последнего. Ты вкалываешь. Вот у Путина две дочки. Вот смотрите. Понимаете? Поэтому он работает. Он не уходит. Все говорят, да хватит уже. Он говорит, да бряка меня, дочери! У медведя у нас сын. Вы заметили? Он спит на работе. Знаешь, тут здесь очень много состоятельных людей. Это правда? В Тель-Авиве много живет богатых? Ну, таких что-то. Я тебе потом расскажу, что значит богатство. Честно, не знаю, как они выглядят. Хочешь? Какие реально вообще? Есть кто-то? Ну, такой состоятельный. Раз вообще денег нет. Богатый, да. Ну, сколько раз ты в день ешь? Просто. Все, подписывайтесь на канал. Делайте лайки, колокольчики, всю фигню. Подписывайтесь. Когда вы подписываетесь, хорошо не только мне, но и вам. У вас тоже улучшается жизнь. Обратите внимание, все, кто подписался, у вас сейчас за окно весна. А кто не подписался, у них пиздец до сих пор в ноябре. Они просто мерзнут, ходят в огромных зимних сапогах по квартире. Потому что отопление уже отрубили, а на улице холодно. Вот так вот. Вот да, да. А вы смотрите, у вас на улице что? Весна. Да? Благодаря мне и моему каналу подписка на него. Пока. Удачи. Подписывайтесь. Делайте лайки. Не делайте дизлайки.